Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Всё это в магазине yurachgames.ru Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Всем здарова, народ! С вами, как всегда, Юроч и Энтони. Сегодня у нас BreakRix и самая быстрая лего-машина. Да, привет всем, ребяточки! Сегодня мы будем тестить тачки на их максимальную скорость и выбирать самую быструю лего-машину в сегодняшнем выпуске. Да, ребята, если вы видели прошлые части наши, то мы снимали их на специальном драко-рейсинге, треке. Сейчас же мы будем просто ехать по пустыне для того, чтобы, конечно же, обогнать противника, своего соперника, так скажем, и набрать максимальную скорость, которую вообще может набрать машину, для того, чтобы вы потом могли их, в принципе, себе найти и играть на них. Да, друзья. Это что? Верон? Чирон? Верон, Чирон? Смотри, как я умею. Смотри, видишь меня? Видишь? Смотри, смотри, смотри. Смотри, как я могу в свою ламбу запрыгнуть. Оп! А ты так и умеешь. Да, паркур, мать его, ёпчек. Ну, я, она у меня больше на много, чем твоя, да? Ну, да, на пару метров, наверное, точно. Ну, давай. Раз. Ой. Давай, два. Два. Три. Фуху. Да здесь без разницы, кто, в принципе, стартанет раньше. Главное, чтобы максималочку до конца про это, пока не остановится спидометр, так сказать. Слушай, третья передача 200 км. У меня уже тоже. А идут одинаково, смотри. Да, да, да. Но ты, походу, либо в бок по... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, меня занесло, смотрел за тобой. Японский макарон, да. Жесть, вообще. Короче. Я просто заметил, что она начала вести её влево. Я чуть-чуть вправо хотел поправить её, уже пробно идти. Ага, хрен там, да? Так, восстанавливай свою тачку. Эй, не успел я отъехать, ладно. Короче, смотри, мы едем с собой по прямой и не машем камерой, потому что это влияет как-то на физику, и машина переворачивается. Это я уже сто процентов знаю. Да? Это не лечится. Давай, короче, я просто буду жать прямо и будем ехать. Да, я вот камеру подальше сделаю, чтобы можно было видеть сразу две машины. Ну, в принципе, я готов. Давай, погнали. Раз, два, три. Фуху. Поехали. Говорите, там пробуксовочка жёсткая. Я не переключаю скорости ручной. Ой. Тебя занесло в меня. Не-не-не, я еду, чувак. А, вот он. Прям ровненько, я еду, ты улетел. Слышь, да ты меня сбил только что, конечно. Я вообще тебя не трогал, ты чё гонишь, что ли? Ты меня сбил, пошли на исходку. Короче, надо... Пошёл ты в жопение, я тебя вообще не трогал. У меня прям было чисто видно, как ты меня подрезал. А у меня чисто видно, что я тебя даже не тронул. Я-то сервер, а Синхрон-то от меня пляж. Ну, я не знаю. Давай, восстанавливайся и иди за 4 куба. Короче, у него максималка 499 км в час. А я свою не видел ещё. Короче, иди за 3 куба, а не за 2. Потому что ты едешь, и у тебя как бы машина скатывается в мою сторону направо. Да, вот так давай. Всё, готов? А почему я на 3 куба? Может, ты на 3 куба уйдёшь? То я, как бы, тоже отошёл в сторону на куб. Так, давай. Раз, два, три, поехали. Да, рассинхроны, конечно, на бета вообще дикие, ребята. Это не лечится, походу. Это не лечится, да. Так, ну, чисто я то, чтобы узнать свою максималочку. Вот ты опять, короче, у меня по диагонали едешь, как ни странно. Не сбавляй, не сбавляй на газ. Ай-яй-яй, придурок, зачем мне камеру? Поехал. Я камеру опять повернул так, но я дрифчу, я дрифчу. Ну ладно, хоть ты сам признаёшься в этом. Не-не-не, я просто на тебя смотрел, я забыл совершенно. У меня 499 км в час, а ты полетел куда-то, да? Короче, я тогда делаю последний сольный заезд, чтобы узнать максималку просто. Я просто видел скорость где-то 400 с чем-то. А сколько точно было, не знаю. Короче, 500 у меня. Нормально. Вообще, хороший черончик. Так. В общем, да, до 500 я её разогнал сейчас. В принципе, нормальная тема. Довольно-таки быстрая тачка. Так, ламба моя летит. Набирай, кстати, она шустро. 485. 495. 500. Так, тихо, камера не крути. Чё за привычка камеры крути? 502. 502? И всё, да. 502 без каких-либо. 503, нет, смотри, она. Откуда, откуда ещё одна лошадь? Из багажника достала. Нет, всё, бензин кончился. 503 км в час. Вот у меня вот сейчас я сколько еду? 499 максималка. А вот 500 было в прошлый раз. Ты всё это время едешь? Да. Нихера у тебя там баг. У меня, короче, всё. Она сожрала всё. Ну, неплохо. Довольно-таки быстрые равные тачки. В принципе, очень даже неплохо. Да, короче, рекомендуем. Пошли за новыми. Друзья, ну вот и следующая партия машин подошла. У меня GTR Nissan. Красавец такой. А у Юрыча что такое? Это вроде Мазда какая-то. Современная. Но это не точно. А, Мазда гоночная. Я понял. Да-да-да. Типа такого что-то. Ребята, напишите название в комментариях обязательно. Итак, ну что, давай проверим, кто кого. Nissan GTR, либо Маздочка новенькая. Да. Но по идее, в реальной жизни эта тачка очень быстрая. Здесь, конечно, у нас свои приории. Поэтому давай смотри. Давай. Раз, два, три. Давай разгоняемся. Оп, 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 оп. Эй, эй, эй. А что она так долго-то разгоняется? Ёпс, мопс. Что-то ты реально медленно как-то начал. Вообще что-то ни о чем. Так. Так она и не едет, братан. У тебя, может, этот, коробка передач зажировела? Посмотри. Пни ее там ногой. Она вообще на первой передаче едет. Какого хрена-то? На, ну shift вручную тогда что? Так а я shift жму, она назад мне, прикинь. Жми тогда на этот. Control назад. Короче, я развил максималочку. Это пятая передача, 418 мм в час. Все, гг. Это вообще дичь какая-то, а не машина, чувак. У меня на первой передаче она 300 чем-то пошла. Серьезно? Да. Может, ты мне так говоришь? Да какой нахрен я перевернулся, ее начал вилять уже. Короче, 419, 418 мм в час это максималка. Но здесь, короче, топливные баги побольше, на тебе. Да, спасибо, да. Очень приятно. Че там курил стоял-то? Блин, да я не пойму, как ее разогнать, если она на первую передачу едет. Я на shift пережимаю, она на вторую ставится и потом опять на первую, прикинь. У тебя бракованный GTR, видимо, китайский машина. Вообще по ходу бракованный. Не, видимо, он сделанный раньше был до новой версии, короче. А, ну может быть. И, видимо, короче, вот эта вот передача, она не очень работает сейчас. Передача не работает. Ой, ты как у меня кубарем пошел, так что на 3 секунды. Не-не, я еду ровно 300 вот час километров в час. Начинает вести ее, вот на 318 ее начинает вести вот так. Это ты сам полетел? Да. Красиво. Ну, то есть я просто вперед жму, и она ее начинает вот так вести. Ну, короче, это капец. Ну, да. Короче, понятно с этими тачками, ребята. Берем дальше какие-то новые машины. Вы пишите в комментариях, какая тачка вам понравилась больше всего. Да, ребята, не забывайте писать, и я вам не советую GTR брать. Не, ну есть только в реально жизни. А за два. Буденьк! Оу! У кого-то подгорело. По-моему, кто-то развалился. Эй, слышь, у меня оружия нету, падла ты. Почему? У тебя вон снайпа же за спиной, дурачок. Ну, она же за спиной. Так, ладно, погнали дальше. А что ж, ребята, продолжаем наши баталии, так скажем. И что это? Форт Мустанг? Я опять какой-то жирный, здоровый. GTR, Форт Мустанг, да. Короче, вы это не сегодня на GTR, походу, запалом. Так, а у меня какой-то гибрид зонта R и знак Audi. Короче, я его пойму почему. Это произведено в Китае просто, да. Да, да, да. В Тайване, не путай. В Тайване. Нет, ну-ка, зонда смотрится классно, карбон такой еще у нее на кузове. Прям вообще, муа. Ага, конфеточка. Конфеточка, да. Ну, сейчас мы посмотрим, как эта конфетка едет. Погнали, я тебе даже дам немножко фору. По идее, зонда должна быть охереть какая быстрая. Ага, ну давай. Давай, 3, 2, 1 ты едь, короче. Я поехал. Все, и я поехал. Ну, слушай, неплохо так ты начал. Вполне, вполне. А где зонда-то? А зонда... А где зонда, брат, передачу? Нормально, зонда-то. Мы, может, восхищем перестал 50, да нахрен, где так ведет-то? Ай, меня повезло тоже. О, я под тобой, как форсажи продрифтил, прям под машиной. Охренеть, я не успел под это, ну, посмотреть это все. Это было так эпично, ребята, просто жирнющий лайкос, охренеть. Так, у меня, короче, в дрифте 500 километров в час. А ты едешь до сих пор, что ли? Я еду, а на дрифте, да. Но я тоже разгоняюсь заново, короче. Ну, 400, вот я видел, ее начинает вести. Да что за машины такие у меня пошли? Сунует дрифт-дрифт, боковой дрифт. А я тоже, кстати, в дрифте иду, смотри. Как я посмотрел, я посмотрел, я перевернусь. 430, 440, 450. Это все в дрифте, братан. Офигеть. Не, ну, у меня в дрифте она тоже, кстати, она, как ни странно, под углом набирает скорость. Да-да-да, вот. Ай, и все, почти 500 было, и я, короче, перевернулся. У меня максималка 501, полдвижка бензина мы с вами уже сожгли, ребята. Полдвижка, да. А какого хера? Эй, а вот, 502 я видел, прикинь. Как-то с дрифта в дрифт перешел, 502 выжил из нее. Ну, мне кажется, все, это запредельная скорость для зонды. Ауди-зонды, так скажем тогда. Это все-таки прототип. Не, ну, Форд Мустанг, в принципе, неплохо себя показал. Вообще, молодец тоже. Но, блин, его несет, конечно. Но он хорошо разгоняется, прям с места рванул. Ну да. Ну, драговская машина, что сказать. Да. Так, ладно, ребята, давайте посмотрим что-нибудь еще эксклюзивенькое. Да. Друзья, ну и у нас снова новый набор машин. Но теперь у нас турбированные, реально самые быстрые машины. Вот эту вы могли видеть в моем выпуске. А вот эту, я не знаю, Юрий, снимал или нет в своем выпуске. Нет, я даже не знаю, что это за хрень. Я как-то удивился, когда ее нашел. Это как-то космолет, а не машина, чувак. Да-да-да, еще реактивная прям. Да-да-да. Но у меня обычный грузовичок, только стурбированный. Давай проверим, сколько максималочка. Главное, чтобы не переворачивали стачки. Это да. Короче. Ой, у меня даже этот есть, смотри. Хвост. Ты решил взять фору себе. Не, видишь хвост сзади? Да, вижу, вижу. Нормально. Ну что, поехали? Давай разгоняться, что? Давай. Ой-ой-ой, а что меня так завиляло-то? Не знаю. Сейчас физика изменена, так что можно спокойно улететь. Так, ладно, я поехал, короче. У меня дрифтит. Максималку смотрим, ребята. Все, я прилетел. Ты прилетел уже, все понял? Да, я прилетел. У меня тысяча. Тысяча, мать его. И улетел, да? Тысяча километров в час. Ну да, она уже потом ведет, конечно. Так, ну давай, я буду пробовать все-таки до конца выжать, если получится это у меня. Ты взорвался. Давай вместе, ну-ка стартанем. Раз, два, три, поехали. Нифига ты, а что ты в кипо встал немножко. Так. Без шансов. Вот этого я и боялся, то, что... Не, она, короче, не держит дорогу. О-о-о. Так. Да, я держу еще, чувак, я держусь. Ну все, на тысячу она взлетает. Тысяча там с копейками, короче, а он начинает лететь уже. У-ху. Охренеть. Так, пятьсот... Пятьдесят. Пятьсот шестьдесят. Я пытаюсь, ребята, это сложно. Машина не слушается. Управления вообще мне нет. Это какая-то реально рокеткар. Э-э-э, шестьсот пятьдесят. Офигеть, я по диагонали еду, понял? Я вообще... И дрифтом причем. Семьсот. Ой, я вообще труп. Я вообще труп. Да. Семьсот пятьдесят. Она, короче, едет боком, и она прям шатает из стороны в сторону. И у меня бензин закончился. Не, ну просто на тысячи километров в час там уже нереально управляет тачка, чувак. Ты же в жизни, представь такую скорость. Ну да. Кстати, у меня закончился бензин. Хотя нет, бензин есть. У меня закончился звук реактивный. Звук реактивный? Да, почему-то. Она едет дальше, набирает. Восемьсот девяносто. Нифига. Это самая долгая машина-ракета, но, по крайней мере, она едет. Они-то не умерли, я вижу. Я просто взлетел на ней уже. Ёпсель-мопсель. Не, ну тысяча с чем-то километров в час это довольно-таки это. Это круто. У меня 952, 4, 960. Она потихоньку набирает, но я не понимаю, почему она едет. У меня бензин кончается. Осталось еще буквально секунда 10. Тысячу давай хотя бы выжимай, твою мать, выжимай тысячу. Тысяча. Мы перебрали отметку, осталось одно изделение. Тысяча сто. Тысяча двести. Красавчик. Тысяча триста. Тысяча четыреста. Тысяча пятьсот. О, очевидно. Хорошо, хорошо. Идешь и взорвался, да. Короче, я видел скорость тысяча двадцать километров в час. У меня закончился бензин и машина ходунов просто попрыгала сразу. Ну, блин, сейчас вот у меня получилось, да, тысяча пятьсот выжить, короче, на ней. Да. Ну, если позадротить немножко, то можно и больше, но это не надо делать. Так, ну, айда, пошли за самыми быстрыми тачками тогда на сегодня. И покажем, и на этом закончим. Да, ребята, поехали. Так, я все так лечу, лечу и лечу. А я, блядь, что-то взорвался. А, ну что ж, ребята, теперь у нас действительно битва монстров. Какой-то вот такой непонятный прототип какой-то сверхбыстрой машины. Мне не нравится, что она ярко-зеленого цвета. Omega Motors Inc. Made in Canada. Понял? Ну, это какая-то машина, знаешь, из будущего. Она так выглядит почему-то. Да-да-да, а у тебя какой-то трактор реактивный. А у меня просто, просто напичканный, я не знаю, базуками здесь. Базука руки, ёпте. Да, базука руки. Здесь все нормально. Так, ну что, давай. Сейчас будет запредельная скорость. Мы смотреть друг за другом не сможем, скорее всего. Главное, выжить. Но это не точно. Да, ребят, подожди, подожди, подожди. Сейчас я ровно поставлю вот так. Оп. Блин, неровно. Подожди, вот так. Оп. Во. У меня, короче, сразу с места по 1000 км в час, поэтому давай, начинай первый. Кстати, подожди, я вот так лучше даже поставлю. Во. Давай, раз, два, три. Поехали. Чё-то ты медленный. А куда? Ах, где ты улетел? А куда она полетела-то? Мы так не договаривались. Су-то я на очень неуправляемое чудо. Так, ладно, я уже стартану-то буду тогда. Давай, давай, стартуй. Я понял, что на звуковой барьер переодолели. 9000 км в час, видел, и машина улетела. Ребята, ставьте на паузу и называйте максимальную скорость. Тебе, а какого хрена здесь написано 14 км в час, а на нихера не едет 14? Не знаю. А, вот так. Блин, подожди-ка. Там ещё. Начинает вести, капец. Альт, наверное, нажимать надо было. Не-не-не. Я, короче, до сих пор лечу как бумеранг. Со скоростью 5000 км в час. Не, она самая, сама турбины включает, в принципе. Ой, я сейчас игру сломаю, меня закрутило просто, как, не знаю, как... Я понял, короче, мне вообще ничего не надо сжать. Она быстрее едет. Но она всё равно улетает. У неё колёса неправильно сделаны, ёпси. Да, я видел, как ты взорвался только что опять. Ох ты, нифига! Чё ты? Ару! Я, короче, разогнался, не знаю, какая скорость была. И мой чувак просто через днища выпал и летит теперь. Машина уехала. В общем, это, чувак, который делает эту тачку, дружище, переделай колёса, пожалуйста. Она нихера 400 тысяч километров в час не поедет. Э, а чё это я вдруг стал умирать-то? Да, я понял, это мусор, это мусор вот этот, 100%. Я не знаю. Я, видишь, у меня тут сверхсекретные эти диски, надо их снимать. Вот, на. На, давай, брат. Так, убери своё корыто и отдай, я тебя прокачу. Давай, я сажусь. А где я? Ты в моей, в моём корыте. А, я в твоей тачке уже? Так, давай, я как пассажир, подожди, вот так, во. Не, я хочу сзади, давай туда за руль садись, я вот тут хочу проехать. А, ты хочешь там, давай, я за руль. Хочу в багажник. Да ты охерее сейчас, братан, она же 5 тысяч, поехали. Я улетел, твою мать. Ты, подожди, а как он вообще едет, как ты ехал, если она улетает сразу? А, не знаю, по прямой просто. А, во, по прямой он едет, да. Вау! Ты возле меня пролетел. Ты за 3 секунды возле меня пролетел. Охренеть, смотри, я просто, знаешь, вот так вот, иногда жму на W, она уже летит 6 тысяч. Да, 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 она вообще мега быстрая. Охренеть, а сколько ты на ней выжил? А, не знаю, я максималку видел около 9, что-то 9 с чем-то. Охренеть, ребята, ну это самая быстрая машина, которую нам сегодня получилось, так сказать, застать, да? Да, 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 ребята, поэтому обязательно ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, не забывайте, если вы новенький. Ну и хорошего вам настроения. Да, всем, друзья, пока-пока в новых сериях. Пока, ребята.